Всем привет! Сегодня мы поговорим о блокировщиках рекламы в интернете. Конечно же, мы понимаем, что иногда показ рекламы – это единственный способ заработка независимого ресурса. Но часто мигающие и всплывающие окна, которые препятствуют или отвлекают от чтения, а также баннеры, которые встраивают в браузер cookie-файлы, чтобы отслеживать перемещение посетителей от сайта к сайту, стают просто невыносимыми. Именно поэтому востребованность плагинов, режущих раздражающую интернет-рекламу, неуклонно растёт. В одном из наших видео мы уже рассказывали о том, как удалить вирусы и рекламу в браузерах Chrome, Firefox, Opera, Яндекс, Edge и Explorer. Ссылка на него есть в описании. Но в данном видео немного не о том. Друзья, если вам нужно восстановить удалённые данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Наверное, основным и самым популярным способом блокировки интернет-рекламы в браузере является использование расширений блокировщиков. Таких расширений много. Но самым популярным является Adblock. На нём и остановимся. Как им пользоваться? Расширение Adblock доступно для всех основных браузеров. Чтобы воспользоваться им, его нужно установить. Для этого перейдите в меню вашего браузера к пункту «Расширение», «Ещё расширение» или «Добавить расширение». Данные меню имеют все браузеры из топа. Топ бесплатных браузеров мы уже рассматривали на нашем канале. Ссылка на ролик в описании. И введите в поиске Adblock. После этого откройте страницу «Расширение» и установите его. Расширение бесплатное, поэтому предложение сделать оплату, если такое появится, пускай вас не пугает, просто закройте его. После этого в панели расширения браузера появится иконка блокировщика рекламы Adblock. Нажав её, блокировщик можно настроить, отключить или включить. Отключим Adblock и перейдём на один из сайтов, на котором есть реклама. Теперь, для сравнения, включим его и обновим страницу. Как видите, разница налицо. Adblock можно установить как с магазина расширения браузера, так и с официального сайта разработчика. Все ссылки будут в описании. Но не всегда необходимо устанавливать в браузер расширение для блокировки рекламы. В Opera уже имеется встроенный блокировщик. Чтобы активировать его, перейдите в Настройки – Основные. Вверху меню вы увидите раздел Блокировка рекламы. Активируйте его. Теперь в строчке расширений появится значок блокировщика рекламы. Кликнув на нём, его можно включить или отключить, а также посмотреть статистику блокировок. Перейдём на сайт с рекламой и посмотрим, как работает блокировщик. Как видим, рекламы он пропускает больше, чем Adblock. Тем не менее, работает. Возможно, после очередного обновления качество повысится. Есть также программы-блокировщики рекламы. Именно программы, а не расширения для браузеров. Программы в основном платные, но стоимость, как правило, не высокая. Наиболее популярная на данный момент – AdGuard. Имеет довольно широкий функционал и неплохо справляется с поставленной задачей. У программы есть пробный период 2 недели. Чтобы воспользоваться AdGuard, её достаточно запустить и она будет работать в фоновом режиме. Перейдём на сайт с рекламой и посмотрим, как работает AdGuard. Ссылка на страницу программы будет в описании. Для смартфонов также существует возможность блокировки рекламы. Только установить расширение, блокирующее рекламу в конкретном браузере возможности не предоставляется. В мобильных версиях браузеров, как правило, таких функций нет. На смартфонах есть два способа блокировки рекламы. Отдельное приложение блокировщик всей рекламой на устройстве. Но для их работы требуется наличие root-прав. Как пример AdFree или AdAway. Но это уже тема для другого видео. Или специальный браузер с уже встроенным блокировщиком. Как пример можно рассматривать браузер для мобильных устройств Opera Mini. Он имеет аналогичный функционал, как и версия Opera для ПК. Так установите Opera Mini с Play Market для Android или с App Store для iOS. Запустите его. По умолчанию в данном браузере уже активирован блокировщик рекламы. Но его также можно при желании включить или отключить. Это можно сделать как с быстрого меню браузера, так и перейдя в меню настройки, экономия трафика, блокировка рекламы. Давайте проверим, как она работает. Отключим блокировку. И перейдём на сайт, на котором много рекламы. Теперь включим блокировку и обновим страницу. Как видим, реклама больше не отображается. Также в этом видео я не могу не сказать о популярном Adblock Browser с встроенной функцией блокировки рекламы, которой создан командой одноимённого, самого популярного блокировщика рекламы Adblock. У браузера есть версии как для Android, так и iOS. Как и одноимённое расширение блокировщик рекламы, браузер хорошо справляется со своей задачей. Так, запустив сайт с рекламой, мы видим её отсутствие. Теперь отключим блокировку рекламы и перезагрузим страницу. Реклама есть. Особенность у данного браузера можно отметить возможность тонкой настройки блокировщика рекламы. 1. Блокировка интрузивных элементов. 2. Возможность добавления или удаления списка фильтраций по языкам. 3. Наличие исключений. 4. А также, возможность блокировать отслеживание. 5. Блокировать домены с вредоносными программами. 6. Скрывать сообщения против блокирования рекламы. 7. Удалять кнопки социальных сетей. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Пока.